МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центральными событиями прошедшей недели был протест сторонников Навального и обращения Путина к Федеральному собранию, а по сути обращения к российскому народу. Так как они случились абсолютно синхронно с разницей всего в несколько часов, разделять их между собой нельзя, и, наверное, в определенном смысле каждое из этих событий повлияло одно на другое. Путин отработал свой номер чуть раньше Навальнистов. Собственно, в этом году обращение президента России к нации имело форму общения мудрого отца с умственно отсталыми детьми. Очевидно было, что Путин очень устал от российского народа, разговаривает с ним через силу, обещает очень слабо. И несмотря на то, что обращение к Федеральному собранию в этом году носило характер предвыборного, в этом году у нас произойдут выборы в Государственную Думу, несмотря на это, обещания были более чем умеренные. Путин тем, кто забыл о том, что выборы в сентябре даст в августе по 10 тысяч рублей, но если у них есть дети-школьники, а также он дает в разных регионах по-разному на что-то около 5-6 тысяч рублей неполным семьям с детьми. Но это из заметных подачек, а по поводу концептуальных решений вовсе было достаточно слабенько. Я заметил лично только фактор замены коммерческих кредитов на бюджетные для регионов, но это уже тушение огня керосином в том смысле, что некоторые регионы уже задолжали коммерческим банкам столько, что можно продать все и все равно не хватит. Честно говоря, единственной радостью от этого обращения Путина в этот раз было то, что Путин хотя бы не начал войну ни с кем. Традиционно на послании президента присутствуют все губернаторы, ну или практически все, все ключевые фигуры государства и управления ОНОМ. Был на этом послании и Хабиров, который сразу же после послания Путина выбежал в коридор, быстро снял коротенький ролик о том, что 5 тысяч 650 рублей – это, дословно цитирую, «очень хорошие деньги для неполных семей». Заявив эту грандиозную мысль, Хабиров с семейством мгновенно отбыл в Дубае, где поселился в пятизвездочном отеле и с удовольствием отдыхает, греется, пережидая, видимо, существенное похолодание в Уфе. Я, конечно, понимаю, что Хабирову по должности положено похвалить Путина и поблагодарить его, но Радий Фаритович мог бы выбрать и другой пункт из обращения президента, и никто бы не заметил. Мог бы похвалить, например, изменение кредитной политики для регионов. Нет, похвалил вот эту странную подачку, особенно на фоне того, что Хабиров буквально тут же отъехал в Дубае, где платил по моим подсчетам как минимум 10-15, а как максимум 100 тысяч в день за пребывание в этом отеле. Подобное заявление было неуклюжим и абсолютно циничным. В общем, опять я вижу, что у Хабирова нет нормальных консультантов-советчиков. В общем, вызвало это заявление серьезное возмущение. Вот этот цинизм, вот эта цифра, вот этот восторг пятью тысячами рублей, в общем, конечно, нехороший резонанс получился. Через несколько часов после того, как отговорила Роща Золотая, выступили навальнисты, я имею в виду, прошли акции протеста по всей России. Мы уже сняли об этом сюжет, можете посмотреть. У нас специальный репортаж есть, посвященный именно этому событию, 21 апреля. Но можно только обсудить цифры и последствия того, что случилось в Уфе, это уже стало известно. В общем, был некий казус по намерениям и фактическим событиям. Примерно 6400 человек заявилось в Уфе на то, что они выйдут в этот день на протест, на митинг. В реальности, на мой взгляд, было 2-3 тысячи человек, максимум 3,5. Но это, опять же, субъективная оценка, такая визуальная, моя. Кто-то дает 5 тысяч, Мурзагулов вообще считает, что это было 500 человек. В общем, мнения разошлись. Но вот этот факт о том, что меньше половины человек, на мой взгляд, вышло из тех, кто заявился на этот митинг, это тоже очень важный момент. Кроме всего прочего, Уфа заняла второе место в России, впервые так случилось, по количеству задержанных на этом мероприятии. Очень странное, на самом деле, это событие. Впереди нас оказался только Санкт-Петербург, где было задержано почти 800 человек. В Уфе же было задержано 285 человек. Москва, Казань. Существенно меньшие цифры, причем на порядок. В Москве что-то 36, в Казани там тоже что-то такое. Ну, очень мало народу было задержано в этих крупных городах, при том, что в Москве вышло по разным оценкам от 15 до 30 тысяч человек. В Уфе это было существенно меньше. Что произошло, я понять не могу. Еще одним парадоксом этой ситуации является то, что из 285 задержанных только 7 человек получили какие-то санкции, я имею в виду штрафы или аресты. 14 человек из задержанных были несовершеннолетними. Ну, я отмечал во время нашего пребывания на площади и впоследствии записывая комментарии, я отмечал, что действительно очень молодая публика была в числе задержанных. Ну, в общем, вот такая странная история случилась в Башкирии в Уфе с этими митингами. Тут то ли потери контроля управляемости, то ли это была какая-то хитрая концепция, которая никак не сработала. Возможно, это была попытка предпринять акцию устрашения, не знаю. Ну, в общем, вот такой вот не очень хороший, не очень приятно пахнущий рекорд, но мы вторые после Петербурга в Российской Федерации по задержаниям на этом митинге. Вообще на этом протесте, на этом шествии, на этом митинге Навального было очень много странного. Например, присутствие экс-министра МВД, еще Рахимовского разлива, господин Диваева, который там стоял, причем он стоял вместе с пресс-секретарем, ныне действующим пресс-секретарем МВД Республики Башкортостан. Господин Диваев, значит, не мог быть незамечен, он там прямо в центре событий стоял, перемещался он там по городу на какой-то странной серебристой десятке. Ну, в общем, очень это было непонятно. То есть, я, конечно, не могу предположить, что именно Диваев стал консультантом и режиссером этого странного действия, но вот что есть, то есть. Однако события вокруг протеста Навального, судя по всему, запали глубоко в душу башкирским единороссам, и они не могли не ответить на это возмутительное действие. И я говорю о том, что на 1 мая, почему-то на 1 мая, Единая Россия, башкортостанское ее отделение заявило шествие, причем такое зеркальное шествие, оно пройдет в сторону горсовета, видимо, вопреки Навальному, и на горсовете состоится митинг. В связи с этим у меня вопросы, что согласовали единороссам то, что не согласовали Навальному. Причем, судя по всему, ну, это ведь просто один в один то же самое. Но у Ахмадинурова есть обоснованные опасения, что 1 мая к нему вообще никто не придет, ну, не только потому, что он единоросс и вообще это Единая Россия, а еще это будут выходные, которые Путин сделал бесконечно длинными, ну и так далее. В общем, Ахмадинуров решил подстраховаться и разослал всем, кому только мог, вообще всем общественным организациям требование выделить 20 человек из числа своих членов для участия в этом мероприятии. В связи с этим событием у меня несколько вопросов. Ну, первое, это действительно, согласован ли этот митинг, а если не согласован, будет ли полиция столь же грандиозно реагировать на протесты Ахмадинурова. Второй вопрос, в какое количество оценит действительно человек 40-50, который соберет Единая Россия, сам Мурзагулов, я думаю, что он напишет о том, что в офе случился 100-тысячный митинг. Ну, и третий, самый главный вопрос, будут ли граждане стоять на обочинах и кричать позор-позор шествующему по проспекту Ахмадинурову. Перед тем, как покинуть республику и уйти в отпуск, Хабиров в понедельник совершил еще и некий загадочный кадровый кувырок. И речь идет о том, что у нас опять возвращается Алан Викторович Морзаев, теперь он возвращается уже в роли помощника главы региона. Совершенно непонятно, по каким вопросам он будет помощником, но Хабиров туманно выразился, что по широкому кругу вопросов. В общем, будем наблюдать за тем, почему вернулся Алан Викторович. И по сферам, в которых мы его увидим, наверное, мы поймем, каким образом и зачем. Господин Морзаев второй раз вошел в ту же реку, из которой кое-как выбрался. Конечно же, у нас появляется повод поговорить о его персоне, о его деяниях и о том, что он сделал на посту министра транспорта и дорожного хозяйства. В последнее время у меня появилось очень много интересных фактов и деталей о деятельности господина Морзаева, о том, каким образом и при каких обстоятельствах он покинул свой пост, о том, кто его люди, сколько их и что, и кем они работают, и чем они занимаются, на что влияют в республике. Это очень интересная история. Я думаю, что так как она получила продолжение, мы обязательно посвятим ей часть своего внимания. Я напоминаю, что канал наш существует исключительно благодаря тем, кто ему помогает. Это я имею ввиду наших спонсоров, жертвователей, всех тех, кто каким-либо образом помогает и поддерживает наш канал. Помочь ему можно разнообразными способами. Есть синенькая кнопка «Спонсировать», есть расчетный счет, есть много других способов. И всех, в том числе и наших дорогих спонсоров, я приглашаю завтра на стрим в 8 часов вечера. Завтра в воскресенье будет очередной 32-й стрим. Теперь он будет точно 32-й, потому что в прошлый раз я запутался с номерами. В общем, не суть важный номер. Главное, что завтра в 8 часов. Подключайтесь, поговорим. Есть о чем поговорить. Есть много интересных тем. Я уже анонсировал историю с иглинским депутатом в социальных сетях, выкладывал очень красивые фотографии. Но не до конца поняли люди, о чем идет речь. У нас, как говорится, в расположении редакции находится видео. Мы часть этого видео вам покажем. Видео это очень подробно показывает, что случилось в Глино 16 апреля. К сожалению, этот ролик изобилует ненормативной лексикой настолько, что приходится, конечно, из него брать только кусочки. Но, повторюсь, это абсолютно достоверное видео, снятое местными жителями, абсолютно легально снятое в публичном месте. Повода претензий предъявлять нам никакого нет. Мы только лишь констатируем вот эту историю. Собственно, что случилось. 16 апреля этого года проезжающий по улице Дачная в Глино груженый КАМАЗ слегка обезобразил проезжую часть, а именно раздавил обочину настолько, что она стала опасна для перемещения по улице. И местные жители возмутились, остановили КАМАЗ и потребовали от водителя, чтобы он или организация, которая принадлежит транспортное средство, восстановила проезжую часть в том виде, в котором она была до проезда по ней этого КАМАЗа. Собственно, ничего такого чудесного, ничего примечательного, верю, уж очень необычного не случилось. Но случилась странная реакция. Почему-то на эту возникшую проблему мгновенно откликнулся местный депутат районного совета, некий Армен Григорян, который прибыл на место события, буквально в считанные минуты, в сопровождении, видимо, своих сторонников или помощников депутата. Армен Григорян тут же начал решать проблему избирателей, причем я не заметил в этом ролике, в какой момент избиратели внесли существенные коррективы в одежду и внешний вид Армена Григоряна, но, в общем, все это было очень так жарко, очень интересно. Невнятно объясняя политику партии «Единая Россия», от которой Армен Григорян, значит, собственно, и выдвинулся в Совет Иглино, депутат увлекся настолько, что, в общем-то, чуть дело все не перешло в рукопашную, даже в какой-то момент это все перешло в рукопашную. Но столь жаркое общение с избирателями, конечно, честно говоря, меня удивило, потому что обычно депутаты от «Единой России» избегают контакта со своими избирателями, но, видимо, не выгляно. Выгляно, депутат Армен Григорян высоко несет знамя «Единой России» над этим поселком, откликается на все нужды. В общем, общение задалось, покидая место контакта с избирателями, депутат от «Единой России» Армен Григорян, как положено, в общем-то, нормальному депутату, дал обещание. В данном случае господин Григорян обещал единолично, бесплатно и в скором времени вступить в близкие и даже интимные отношения со всем населением улицы Дачная, невзирая на возраст, пол и расовую принадлежность. В общем, обещания сии были весьма обширными и необычными. Снимай камеру, я вас, я вас в Гондонах всех приеду здесь. На этой улице я вас всех приеду, Гондонах. А вы Гондонах. Правда, осталось непонятным, что же, какова судьба вот этого, значит, куска дороги, которую обезобразил КАМАЗ. Соратники Григоряна прервали общение с избирателями и, упаковав его в машину, увезли в неизвестном направлении. В связи со случившимся в Иглино у меня есть несколько вопросов и к партийной организации, и вообще к совету поселка Иглино. Ну, первый вопрос, конечно, он концептуальный. Является ли концепция общения с избирателями единоросса Армена Григоряна официальной партийной установкой? Второй вопрос. Состоит ли Армен Григорян действительно в единой России, или он только от нее баллотировался? Ну, а если состоит, то в каком отделении, кто его принял, кто его однопартийцы? Очень интересно было бы понять это. Третий вопрос. Планирует ли Единая Россия в Башкортостане масштабировать опыт депутата Григоряна по решению острых проблем избирателей и распространить этот опыт на всю республику, включая обещания об интимной близости с широким кругом избирателей, невзирая на возраст и пол. Вообще, чем ближе выборы, тем больше, в общем-то, интереса к тем процессам, которые вокруг них и рядом с ними происходят. Ну, собственно, вот сегодняшняя история про депутата Единой России Армена Григоряна, она не случайна. В ближайшее время мы будем все больше и больше посвящать времени работе наших действующих депутатов, оценке их деятельности и попыткам понять, как же нам изменить депутатский корпус, кого нам нужно избрать, и кого нужно убрать. Из этого числа, в общем, выборы все ближе и ближе. Что-то в последнее время много упоминаний помощников Хабирова. То Сарапалова, то Марзаев. И вот теперь, значит, Элвин Грей, наш вот этот вот достопочтенный бурундук. Собственно, с Элвином Греем случилась вообще странная история. На концерте в Янауле его же поклонники заподозрили в том, что он находится в каком-то неадекватном состоянии, то ли пьян, то ли под воздействием каких-то наркотиков. Я категорически не разделяю этих подозрений. У меня есть другое соображение. Я полагаю, что Элвин Грей просто устал быть помощником Хабирова. Ноша оказалась для него неподъемной. Работа эта чрезвычайно тяжелая. Несмотря на то, что платят за нее иной раз и по 30 миллионов за раз, но не смог, не совладал юноша. Судя по всему, Элвину Грею пора покидать этот изнуряющий его пост, пора отдохнуть где-нибудь в Дубаях недельку, другую, третью. В общем, очистить карму. Ребята, вы видите, как я болтел? Видите? Десятилетие. А я не вижу, как будет пойти. Ты все угорает. Во-первых, я хочу сказать всем спасибо вам. Я рада вам. Я просто хочу сказать, давайте отдыхать. Просилы вы. Судя по всему, я хочу сказать вам, что я все ругаю и ничего не предлагаю. Ну, собственно, какое-то рациональное зерно в этих упреках, наверное, есть. Действительно, если что-то критикуешь, наверное, нужно и предлагать те решения, которые могли бы улучшить ситуацию. И вот по поводу ситуации с жителей на улице Комсомольская, мне тоже много вопросов. И вопросы эти такие, что делать и каким образом им компенсировать тот ущерб, который они несут в результате действий мэрии и подрядчиков. Вот здесь действительно можно найти, пожалуй, что конструктивное предложение и советы, которые можно вполне себе реализовать, чтобы улучшить ситуацию жителей улицы Комсомольская. Ведь если задуматься, в реальности люди несут настоящий материальный ущерб, а вовсе не только моральный. То есть вот это, я понимаю, страдания там людей, которые ежедневно пробираются, как через прифронтовую полосу в этой грязи, в земле, в глине, в щебне и в отсутствии вообще каких-либо криминальных удобств просто к себе домой пробираются, они не могут проехать на машинах и так далее. Но тут есть еще реальный материальный ущерб. Во-первых, как мне сообщают, в определенных домах, видимо, максимально прилежащих к этой прифронтовой полосе, действительно начали дешеветь квартиры. То есть стоимость квартир по улице Комсомольской, я так сравнил, на вскидку, это, конечно, не экспертный взгляд, но это ощущение. Стоимость квартир на улице Комсомольской действительно в меньшую сторону отличается от стоимости квартир, которые, скажем, ближе к проспекту расположены. Но согласитесь, это весьма обидно. Когда твой квадратный метр подешевел резко на 10-15 тысяч, то это существенная разница. Но далее есть еще и предприятия, которые стояли вдоль улицы Комсомольской, которые прекратили фактически свою деятельность. Это и общепит, это и шиномонтажи, это определенные торговые точки и так далее. Они стоят. Им же обещали, что еще год назад все это закончится. Они, может быть, и спланировали свою деятельность на вот этот период, но теперь они год еще простаивают. Это прямой материальный ущерб. Это так называемая недополученная прибыль, которую, например, носков активно взыскивает с мэрии Уфы и так далее. То есть, юридически вполне себе было бы обоснованным сейчас обратиться с иском в отношении мэрии, что мэрия допустила утрату вот этого потенциального заработка, потенциальной прибыли от юридических, физических лиц, которые там расположены. А мэрия, пускай в регрессивном порядке, взыскивает это все с господина Лукманова, с подрядчиков, которые там, значит, на год просрочили строительство улицы Комсомольской. Вот это цивилизованный такой, основанный на законе подход. Так бы случилось где-нибудь на Западе. То есть, мэрия взяла на себя обязательства, заключила контракт, есть сроки. Люди их видят. Это все опубликовано. Они спланировали свою жизнь. Ну, как говорится, потерпим. Но дальше сроки сорваны, значит, кто-то их подвел. Значит, им нанесен ущерб, причем, очевидно, материальный ущерб. Шагом марш в суд. Вот посмотрим, хватит ли, как бы, смелости людям на эти поступки, но вот вам, как говорится, юридический совет. А еще есть совет практический. Пять лет назад жители по улице Пархоменко в городе Уфе устали терпеть состояние вот этого проезжего полотна, там действительно было как после бомбежки, и предприняли один неординарный оригинальный шаг. В каждую яму, рытвину этого улицы Пархоменко на участке между Достоевского и Кирова установили портреты действовавших тогда руководителей республики и города. Это выглядело очень забавно, но самое интересное, что в течение нескольких часов дорожное полотно по улице Пархоменко было восстановлено до состояния идеального, и даже теперь оно выглядит вполне себе прилично. Вообще неспокойно в Башкортостане, нервозная обстановка, люди кинулись в какие-то опять войнушки и провокации, опять напрягаются по поводу татаро-башкирского вопроса, керосином льет туда Мурзагулу всякие подсказки через свои телеграм-канальчики, вообще нервозно. Провокации какие-то начались, вот господин Байбулатов утверждает, что ему что-то там пытались подбросить в автомобиль по ночам. Собственно, коснулось это немножко и меня, недавно на этой неделе раздался очень странный звонок, юноша по имени Ильдус требовал встречи со мной, чтобы передать мне какой-то конверт с какими-то материалами, на какую-то Сараполову, причем это было так настойчиво, что меня это насторожило, я предложил юноше отправить по электронной почте, он сказал, что это запечатанный конверт, а кто его ему передал, он не знает. Очень странная история, я воздержался от контактов с этим юношей. А чтобы предвосхитить действия и помыслы всевозможных Ильдусов, я заранее хочу оговориться о том, что я не употребляю никаких психотропных средств вообще запрещенных веществ, не храню их дома, не торгую ими, не планирую этого делать, также не пользуюсь огнестрельным оружием, не вступаю в контакты с экстремистскими организациями и так далее, и так далее. То есть, давайте вот в эти игры играть не будем ни со мной, ни с кем-либо еще. в следующем выпуске, Продолжение следует...